Всем привет! Сегодня я бы хотел немножко рассказать о образах Святого Николая и вообще кто такой был Святой Николай, почему я это делаю, потому что я достаточно часто бываю в церквях, мне это интересно, просматриваю иконы, различные фрески и так далее, но частенько я не знаю сюжета, то есть я вижу красивую картину, я вижу какого-то святого, не знаю кто это такой, вот к примеру Святой Николай, это действительно святой, который очень почитается у нас на Руси, я бы хотел немножко о нем рассказать, буквально немножко-немножко. Так вот, Святой Николай Чудотворец родился в городе Патаре в Малой Азии, у родителей достаточно, ну не богатых, и уже с самого рождения начал подавать некие знаки, первое было то, что он встал в скупели во время крещения, а второе отказался от материнского молока в постные дни, но это уже были какие-то некие знаки, говорящие о дальнейшей чудесной судьбе этого новорожденного. Время шло, он повзрослел и в дальнейшем был назначен священником, он был очень добрым священником, утешителем печалящихся, как вот написано в одном из жизнеописаний. Став священником, он посещает святую землю, поклоняется гробу Господню, но тут начинается гонение на христиан, Николай не собирается отрекаться от веры, его сажают в тюрьму, но скоро приходит другой правитель Константин Великий, который благоволит к христианам, а затем и сам становится к христианинам, приняв крещение, Николай выходит из заточения. Вот примерно такое вот некое жизнеописание Николая, да, говорят о очень многих добрых делах, которые совершал Николай, чудесах, но в частности доброе дело, одно из добрых дел, это жил-был нищий человек, у которого было три дочери, действительно был нищий, дома нечего было есть, и для того, чтобы хоть как-то достать деньги на пропитание, он заставляет этих своих трех красивых дочерей, которых не может отдать замуж, потому что они бедные, идти на панель, грубо говоря, стать блудницами, вот. Узнав об этом, святой Николай начинает подбрасывать каждый вечер ему некие деньги, вот, то есть подбрасывал и уходил быстро. В какой-то момент этот нищий видит, что Николай бросает деньги, бежит за ним, благодарит, в ответ на его благодарность святой заповедовал ему молчать о содеянном. В другом варианте рассказывает о том, как он защитил невинно осужденных, которые приговорили к смертной казни, и практически все горожане пришли к святому Николаю и говорят, что, ну, вот, людей казнят, ну, это же неправильно, ну, просто так. Тогда святой Николай, который уже был достаточно известным человеком, он бежит со всеми к месту казни и в последний момент состраняет меч палача от голов вот этих людей, которых невинно оклеветали, и он имел такой авторитет, что все, в общем, не стали даже этому возражать. Он помогает морякам, потому что поднимается страшная буря, люди в страхе обращаются к святому Николаю, который до этого предсказал бедствие о том, что действительно будет буря. Он успокаивает их и вскоре наступает, как здесь написано в описании Великой Тиши, за которую путники благодарят Бога и его слугу святого Николая. Ну, известное на уси жития, то есть описание упоминает и события, совершившиеся через несколько столетий после смерти святого. Малайзия и город Мир, где был погребен святой Николай, были завоеваны арабами, мусульманами. Но в 1087 году итальянскими купцами удалось перевезти останки святого и его мощи в христианскую землю в Италию, где он погребен в соборе города Баари. Я там был, кстати, очень такое намоленное место, действительно чувствуется. В честь святого Николая был установлен два праздника. 6 декабря в честь его представления, то есть кончины. Это тоже праздник называется Никола Зимний. И 9 мая в честь перенесения его мощей в Барград праздник по-русски называется Никола Вешний. Достаточно много икон святого Николая я вам здесь показал те, которые я смог найти в интернете. Собственно говоря, действительно достаточно много написано о святом Николае, но я делаю краткий небольшой срез, рассказывая, кто этот человек. Ну и в заключение хочу сказать, что святой Николай покровительствует путешественникам, мореплавателям. Молитвы к Божьему воднику остаются без внимания. Его просит о детях, путешественниках, замужестве дочерей. Зывают к нему, когда в доме голодно для защиты невинно осужденных. Вот примерно так. Еще один интересный факт. Антропологи из Британии в 2005 году реконструировали по черепу внешний облик святого. Ну и если верить в осознанному облику, то Николай Чудотворец был ростом 1,68 м, имел высокий лоб, ну вот как-то практически на иконах. Суглую кожу, карие глаза и резко очерченные скулы и подбородок. Вот так вот. Ну вот и все, что я хотел сказать о образе святого Николая. Теперь я сам немножко знаю жизни описания святого Николая Чудотворца. Ну и вы знаете, то есть как бы задача достигнута. Все пока, всем привет. Очень кратко о святом Николае. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok